Приветствую всех гостей и подписчиков канала. Как и обещал в прошлом видео, в этом ролике расскажу обо всех матчах, состоявшихся вчера на чемпионате Европы по волейболу. Также любителям статистики предоставлю все таблицы групп на данный момент. Ну и расскажу, кто сыграет сегодня в заключительный день игр на стадии группового этапа на европейском первенстве. Итак, начнем с нашей группы. В ней прошло два матча. Француженки победили Азербайджан 3-1, наши в драматичном матче уступили в пяти партиях действующим чемпионкам Европы сербкам. Я подробно рассказал об этом матче в предыдущем видео, можете посмотреть его на моем канале. Хочу лишь сказать, что игра наших молодых спортсменок внушает большой оптимизм. Остается найти мастера для огранки бриллиантов. И тогда нам не будут страшны никакие бразильянки, американки и китаянки. Сегодня у наших заключительный матч на стадии группового этапа, в 18.00 мы встретимся с волейболистками Боснии и Герцеговины. Надеемся, что девушки хорошенько отдохнут и подойдут в оптимальной форме к этому ответственному матчу, в котором надо наработать звенья для предстоящих игр с сильными соперницами. Также в нашей группе в 21.00 пройдет встреча между бельгийками и француженками. Вот состояние дел в нашей группе. У Сербии 14 очков после 5 игр. У бельгиек и сборной России по 8 очков после 4 игр. У Франции 6 очков, у Боснии и Герцеговины 3 очка также после 4 матчей. Азербайджан закончил выступление на турнире с очков в багаже. Теперь переходим к группе Б. Там вчера прошли два матча. Германия уступила Испании 0-3, Болгария была сильнее Польши 3-1. В этой группе групповой этап для команд завершился. В 1-8 финала вышли сборные Болгарии, Польши, Германии и Чехии. Испания и Греция не попадают в плей-офф, у них 2 и 1 очко соответственно. Теперь к группе С. Там также состоялось два матча. Венгерки уступили волейболисткам Беларуси 2-3, хорватки неожиданно легко проиграли итальянкам 0-3. В этой группе сегодня пройдут два заключительных матча. Словакия и Беларусь сыграют в 18-0-0. Италия и Швейцария встретятся в 21-0-0. Вот как выглядит турнирная ситуация в группе С. Италия и Хорватия набрали по 12 очков. Беларусь и Венгрия имеют в своем активе по 5 очков. У Словакии 3 очка, у Швейцарии 2. Ну и в группе до вчера состоялись две заключительные встречи на стадии группового этапа. Голландки проиграли шведкам 0-3. С таким же счетом румынки уступили украинкам. Из этой группы выходят в 1-8 финала турчанки, голландки, украинки и шведки. Вне стадии плей-офф остаются финки и румынки. Еще раз хочется пожелать нашим девушкам успеха в сегодняшнем матче с босниками. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением Ренат.